желание хотелось бы мне прочитать от вас но здесь нужно понимать что наша сегодняшняя встреча она всего лишь час и за час узнать не то что о депрессии и о схемотерапии это крайне сложно я думаю что практически невозможно поэтому мне бы хотелось услышать от вас какие-то желание пожалуйста пишите в чате чтобы я мог и как-то учесть рассказе потому что важно чтобы вас осталась какая-то информация чтобы ваши потребности эмоциональные да пишут очень плохо слышно есть кому еще кому плохо слышно поставьте техники ну насчет техник сегодня навряд ли потому что я думаю что нам сегодня теории бы хотя бы разобрать напишите пожалуйста минус то мало знаком со схема терапии кто мало знаком или совсем не знаком остается пожалуйста минус очень большое количество народу вообще мало знаком это получается поэтому я думаю что сегодня если сразу говорить о техниках и говорить о том как заниматься терапии депрессия с помощью схема терапии да то вряд ли кто-то что-то поймет не знает теории не имеет какой-то подготовки я думаю что целесообразным будет нам сегодня поговорить о том что вообще такое схема терапия какие-то основные моменты мы разберем о чем она основана как она выстроена как вкладывается как натурализация депрессивных расстройств модели схемы терапии и примерно поговорим набросим какие-то моменты о том какова вообще терапия в рамках схемы терапии как она проходит но остальные какие-то техники и более подробно можно да читать вот книги орнарца одна основная такая книга по схема терапии на русском языке и сейчас еще и схема терапия супружеских партнер здесь на русском языке по схеме терапия но более подробно можно будет узнать об этом на форуме который будет в апреле выступление схема терапия ну там третья волна лечение тревожных логических расстройств и основной акцент входит в тело на схема терапии и о майндфолмонсе лечение тревожных логических расстройств после отступления у нас будет определенное время отведено возможно даже определенной аудитории где можно будет задать дополнительные вопросы по техникам по методам так хорошо давайте тогда мы начнем сейчас я включу что вот что вот что 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 они название первой книги арн армс вот она так она выглядит практическое руководство по схеме терапии как сейчас я включу презентацию так напишите пожалуйста видно ли презентацию я периодически буду прорываться для того чтобы в качестве обратной связи если у вас будут какие-то вопросы по ходу пьесы для чтобы вы их могли задавать чтобы было понятно о чем мы с вами первый слайд такой то что я буду выступать на оселите форуме в апреле я уже сказал да и тема будет третья волна влечение тревожно-фабических расстройств и как я уже сказал что акцент будет сделано именно на схема терапия как это применяется я расскажу своим опытом какие мы проводили у нас исследования об эффективности схемы терапии в мальфу на свечении фиорум-фабических расстройств итак что такое схема терапия ну я думаю что вы большинство знаете что основоположником схема терапия является джебри янг он ученик а рона бека работал вместе с ним когнитивная терапия и столкнулся с тем что его лично его практике были определенные сложности когда он работал а с пациентами с расстройствами личности или с какими-то более тяжелыми расстройствами депрессивными и тревожно и ему показалось что он чисто когнитивных техник здесь недостаточно и тогда он начал задумываться о том как бы это восполнить то что ему не хватало и примерно в 90-х годах он начал разрабатывать свои направления которые примерно сформировалась тысячному году и назвал он его а схема схема терапия сам джеффри янг он проходил личную терапию и очень большой большая терапия его была в рамках дештальт направления но сама терапия показалась достаточно болезненной и поэтому он задумался о том как бы сделать сам процесс более мягким и какие-то определенные техники он модифицировал которые сейчас которые обозначены схема тропии которую меняется но в основе схема тропия жат различные направления различная теория фундаментом и база является когнитивной терапии пека здесь есть элемент трозактного анализа пештальтерапии как я говорил да снимал драмы работа с образами эмоционально сфокусированной техники в основе теоретической лежит теория привязанности голуби психология развития каков фокус внимания схема тропии первых во первых это проблемная эмоция им уделяется больше внимания чем когнитивной сфере и здесь используется эмоционально сфокусированной техники и больше идет акцент над работой над эмоциями нежели чем надо автоматически не то есть проблемные эмоции с которыми обращается является фокусом внимание и фокусом основной работы схема тропии далее это проблема детства здесь уделяется большее значение чем в классической модели клиентической терапии но а в отличие от психоанализа это является основным и самым главным фактором на это не тратится большое количество сессии большое количество времени то есть основная задача разбора детского периода проблем детства заключается в том чтобы показать клиенту то как взаимоотношения детско-подростковые с родителями и близкими людьми влияли на формирование схем как это повлияло на то что клиент сейчас испытывает определенные проблемы сложности жизни и третий момент это терапевтические отношения схема терапия ну во всех других направлениях это важная роль занимает и всем тропии есть такой понять как реферсинг и подразумевает что это некое замечающее замечающее родительство когда терапевт играет роль взаимодействие с клиентом хорошего родителя и это уже является терапевтическим моментом когда сам терапевт удовлетворяет эмоциональные потребности клиента естественно все это происходит в рамках терапевтических рамках в зависимости от того с какими схемами обращается и с какими схемами и проблемами пришел клиент каковы базовые концепции схема терапия первое как я уже сказал что это эмоциональные потребности основная идея заключается в том что все эмоциональные проблемы которые возникают в наших клиентах они связаны с тем что в детско-подростковом периоде не выставляются базовые национальные потребности и в связи с этим формируются ранние дезодактивные схемы которые аудио дефри янг их всего 18 схем 18 штук и на основании этих схем формируются определенное проявление систем то есть определенные копинговые стратегии того как человек совладает с этими схемами и как они проявляются в жизни чуть попозже мы много подробнее об этом поговорим вторая концепция схемы терапии как раз ранее из активной схемы которые формируются в результате этих недовольтворенных потребностей далее это схемные режимы это то как проявляются эти схемы замещающее родительство когда терапевт своим примером показывает модель поведения здорового взрослого хорошего родителя и помогает удовлетворить эмоциональные потребности клиента и автономия здоровая автономия когда клиент обучается тому что он может в дальнейшем самостоятельно эти потребности удовлетворять какие основные национальные потребности уделяются первое это потребность безопасности надежной привязанности предсказуемости заботы принятия надежности доверия все схемы которые формируются они разделяются на определенные группы и в зависимости от того как национальные потребности не удовлетворяются то формируются те или иные системы сейчас мы дальше об этом тоже подробно с вами поговорим второй блок это потребность в автономии компетентности политичности третье это потребность в границах самоконтроля четвертый потребность свободного выражения собственных эмоций и своих потребностей своими желаниями и потребность спонтанности игре а какие основные задачи выделяем в работе с эмоциональной потребности первое это помочь вообще пациенту осознать что у него есть какие-то эмоциональные потребности очень часто бывает так что прием приходит они многие даже не догадываются что у них есть потребности и что если они не чувствуют там безопасность не чувствуют убор признания собор то то от этого они могут эмоционально страдать и от этого они могут испытывать какие-то психологические трудности поэтому помочь первая такая задача осознать что эти потребности есть дальше научить удовлетворять эти потребности тем или иным образом и научить перерабатывать те потребности которые не удовлетворены то есть когда они удовлетворяются научить то как с этим обходиться что делать как это прожить и пережить так вопрос я вижу вопрос так схема тропии используется сугубо в рамках расстройства личности или психологическом консультировании тоже ее можно использовать нет несмотря на то что схема тропии начально разрабатывал для расстрой для работы с расстройством личности то сейчас схема терапия применяется при работе с различными эмоциональными расстройствами с эр и сильные тревожно-фагические расстройства схема терапии применяется также работе с супружескими парами когда возникает какие-то неадаптивные взаимодействия друг другом не приводит конфликтным ситуациям вот например моей практике моем моей практике я очень в своей практике очень часто меняю схема терапия являюсь основным методом когда я работаю с супружескими парами и по моим представлениям по моему опыту это вообще отлично работает можно определить какими схемами живет и функционирует каждый из партнеров и понять как эти схемы взаимодействуют в партнерах такое происходит взаимодействие с друг другом и как они сказываются и вызывают какие-то конфликтные ситуации недопонимания эмоциональные какие-то отношения друг от друга депривация и все остальное поэтому схема терапии она достаточно широко используется но и полезна практически я считаю что каждому не относительно здоровым людям для того чтобы понять как у них функционирует режима и функционирует схема потому что эти ранние детские схемы они есть у каждого из нас просто разница в том что у кого-то они выражены на 10 процентов эти схемы и не доставляют особо сильным дискомфорта а у кого-то они выражены на 90 процентов тогда они могут значительно сказываться на качестве жизни значительно сказываться на том какие эмоциональные реакции как складываются взаимоотношения с окружающими людьми дальше вот по определению самого джеклянга схема он схема это негативные эмоциональные а такие и позитивные структуры которые формируются на ранних этапах развития воспроизводится в течение всей жизни как мы уже говорили недовольтворяется эмоциональная потребность формируется схема и потом она воспроизводится раз за разом в различных взаимоотношениях и взаимодействия с этим миром то есть каждый из нас смотрит на мир через призму своих схем и соответственно реагирует соответствующим образом вот есть некие характеристики ранее для активных схем то что они формируются в детстве эти схемы состоят из воспоминаний представлений эмоций когнитивных различных компонентов и каких-то сенсорных образов чувствительных да то есть схема это некий набор 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 мыслительных таких-то структур набор эмоциональных реакций представлений воспоминаний и соответственно на основании этого формируется то как эта схема проявляется эти схемы они относятся к представлению о себе то какой я и в отношениях другие люди и как с ними строить самодействие они возникают в детском подростковом периоде и они могут развиваться на протяжении всей жизни в зависимости от того как складывается дальнейший дальнейший опыт на каждого человека если происходит компенсация адаптация то эти схемы могут дальше не развиваться и человек адаптируется в жизни с этими схемами может вполне себе нормально конструктивно функционировать но если он попадает это неблагоприятным сразу вложить сценарий продолжается то эти схемы могут развиваться дальше и усугубляться создавая все больше и больше проблем таким образом человек может очень приходить такие тяжелые эмоциональные состояния и соответственно различные формироваться в детском подростковом периоде личностные расстройства вот эти схемы являются значительной степени дисфункциональными то есть они формируют достаточно такие яркие эмоциональные реакции если они есть достаточно болезненные и эти схемы очень тяжело корректируются с этим нет пропала презентация вся пропала да сейчас секунду вот ну и то что он я уже сказал что единичные схемы или сочетание каких-то схем они могут встречаться у каждого из нас эти схемы ранние детские безоптивные у всех у нас потому что полной мере эмоциональные потребности они теоретически не могут удовлетворяться а нужно отметить то что схемы формируются не только когда эмоциональные потребности базы не удовлетворяются но и тогда они удовлетворяются чрезмерно тогда тоже могут формироваться эти схемы это мы говорим о терапевте ну и о других национальных потребностях когда они чрезмерно они привлечены и встречаются с ребенком сейчас я чат открою там были какие-то вопросы можете учебник на русском языке по семейной схемы терапии к сожалению я не помню автора но если вы ведете гугл помощь да достаточно такая не скрытая информация достаточно просто просто нужно это найти как часто в рамках этого подхода вы приближаете к анализу автоматических мыслей если поднять да сейчас мы будем разбирать когда мы работаем со схемой мы работаем не только эмоционально с курсированным техниками но и здесь активно применяются классические модель работы с автоматическими мыслами с утверждениями потому что это все является частью частью схема выделяют пять категорий этих схем зависимости от того какие потребности не удовлетворяются сейчас мы по всем этим категориям с вами так вот до этого если какие то сейчас вопросы по самой структуре по основам с кем тратить то есть чем мы перейдем к разбору схемы понятно да повторюсь пока что есть базовые национальные потребности если эти потребности не удовлетворяются детско-подростковом периоде то формируют вот эти схемы и эти схемы в дальнейшем проявляются в том или ином виде да то есть есть некие копинговые стратегии как эти схемы проявляются и в зависимости от этого могут формироваться различные национальные мига диагностика ранних засветительных схем по-моему сичка семена эта книга есть отличная книга там подробно очень описаны все схемы как они формируются как они проявляются как они могут проявиться очень подробно и вообще отличное описание всех схем очень рекомендую сам пользуюсь этой книгой и также есть опросник по схемам адаптированной вот на русском языке который можно давать клиентам они его заполняют и там проявляются вот эти вот повлияемые вот эти схемы в этой книге Павла Мусевича и Васильевна там тоже опросник есть можно его использовать использовать и так первая группа схем здесь пять схем есть и эта группа она называется нарушенные связи от движения эти схемы формируются когда они выбираются потребности надежной безопасной привязанности понимания подсказуемости заботе и нужно отметить что вот эта первая группа схем она самая ярко выраженная и она доставляет наибольший дискомфорт при различных эмоциональных расстройствах и она сложнее всего корректируется первая схема это покинутая стабильность она формируется когда родители физически мало присутствует с ребенком часто он находится у бабушки в детском саду и близкие люди в частности родители они редко общаются и видятся физически контактируют с ребенком это формируется схема покинутая ребенок ощущает свою может почувствовать свою ненужность покинутая сброшенность и на тот период детско-подростковых эта схема также формируется недоверие ожидания жесткого обращения когда ребенок встречается с нестабильностью эмоциональной депривирности когда ребенок не знает какой пойдет родитель с собой добрый или злой формируется некая неизвестность некая непонятность того как будет дальше формируется некое недоверие и формируется то что с ребенком могут как-то обходиться не очень хорошо когда он допустим этого не заслуживает его не принимает эмоциональная депривирность когда отсутствует эмоциональный контакт между родителями и ребенком дефективность и дливость когда родители и близкие люди которые воспитывают постоянно подчеркивают ребенку что он не такой когда его сравнивают когда говорят о том что он все делает не так и социальная очереденность когда ребенок не чувствует себя частью какого-то сообщества когда он не находится в какой-то группе может быть детский сад это может быть школа и он занимает такую страненную позицию это такая первая группа она самая повторюсь она самая яркая такая выраженная не доставляет им очень комфортно то есть национальных потребностей очень актуально я думаю сейчас как эти схемы могут проявляться в жизни каждого человека допустим схема покинутость нестабильность она очень часто проявляется взаимоотношениях когда один из партнеров чувствует что он не нужен что другой партнер его бросил что он его покинул несмотря на то что никаких поводов для этого нет схема недоверия ожидания жесткого обращения когда партнер чувствует и думает о том что его близкий человек может с ним как-то плохо обратиться обращаться и ждет какого-то постоянного подвоха национальная депривированность когда партнер допустим не чувствует контакт национального ему нужно больше и больше здесь мы как раз говорим таких исторических наклонностях когда нужно больше национального контакта происходит это представление о себе как о темном как оплатом как ущерба это также может демонстрироваться личных взаимоотношениях и взаимоотношениях общения с другими людьми так это первая группа далее идем вторая группа она связана с тем что не удовлетворена потребность автономии к оплате чувствуете личности а здесь формируется сейчас я выключу попробую здесь формируется четыре схема это зависимость беспомощность уязвимость запутанность неразвитой идентичность и схема неуспешности хочу обратить внимание на то что каждой схеме есть как я уже говорил есть определенный когнитивный компонент и в каждой схеме есть определенные убеждения и у каждого человека эти убеждения могут быть разные вот допустим возьмем схему за личность беспомощность а здесь может быть убеждение о том что я неспособный мне не везет в жизни мир несправедлив ко мне и все вот эти убеждения они могут быть компонентами одной схемы зависимости схема уязвимости так что с близкими там может что-то случиться схема уязвимости она имеет такие три основных компонента уязвимость что может быть произойти какая-то катастрофа со мной такое хондрическое состояние это основная схема при тревожно-фобических расстройствах что может произойти какая-то катастрофа с организмом второе что может произойти какая-то катастрофа внешняя пожар наводнение трясения снег с крыши упадет и все остальное и третье это то что может произойти что-то близки не может что-то случиться и тогда это будет очень тяжело жить самостоятельно и опять-таки здесь могут быть разные убеждения схема запутанность не разливает неравиды неравиды часть когда клиент наш обычно такие клиенты говорят я не знаю что я хочу я не знаю чем смысл существование я не знаю как я хочу дальше развиваться то есть они не могут это определить потому что детско подростковом периоде не удовлетворялась потребность как раз в здоровье и автономии здесь мы говорим о том что родители очень много делали за них и соответственно у них не сформировалась такая здоровая автономия когда они могут сами понимать и осознавать что они хотят в жизни когда родители говорят о том что давай пойдем в эту секцию будем заниматься там в этой школе или еще что-то делать когда родители все решают ну и схема неуспешности она связана с тем что человек не верит то что он может чего-то достигнуть по тем причинам опять-таки здесь убеждения могут быть а совершенно разные схема а следующий группы это нарушена граница когда не удовлетворяется потребность стичь на границах и самоконтроль здесь две схемы когда прилигированность грандиозность это основа схемы при наркотических расстройствах личности и акцентуации когда когда человек считает что он заслуживает особых прав и здесь эта схема может быть как первично я заслужил особых прелегий допустим это связано с тем что родители всегда здесь такая фраза кумир в связи ребенка когда все у него нет никаких ограничений все дозволенности тогда формируется у ребенка представление о том что я все могу да мне все дозволено мне все можно такая нарциссическая структура но это же схема может быть и как такая компенсаторная допустим схема ущербности для того чтобы не чувствовать и не знать что я там плохой что я неспособный что я не причемный то компенсация может она проявляться и также формируется наркотические наклонности наркотическое расстройство личности в зависимости от степени выраженности и схемы недостаточно самоконтроля когда человеку очень сложно контролировать импульсы свои какие-то ограничения своих желаниях своих потребностях что нужно сейчас это это у меня было четвертая группа когда недостаточно потребность свободного выражения собственных эмоций и потребностей и здесь есть три схема эта схема покорности основная идея заключается в том что человек жертвует своими эмоциональными потребностями ради того чтобы не возникал какой-то конфликт допустим лучше я помою полы чтобы не получить потом какую-то недовольку лучше я пожертвую своим походом кино для того чтобы это сделать да но это будет лучше ниже чем потом сталкиваться неприятностями а с тем самопожертвование заключается в том когда человек делает что-то он жертвует своими потребностями опять-таки жертвует своими интересами ради того чтобы достигнуть какой-то своей определенной цели между кому-то сделать хорошо и как правило это всегда вторичная схема и она может открывать допустим схему ущербности вот я жертву из собой для того чтобы опять-таки не чувствовать себя там плохим ну и схема поиска одобрения и признания это когда наши клиенты ищут это одобрение когда они допустим хорошо выполняют домашнее задание они могут это хорошо рассказывать это демонстрировать и ждать когда терапевт когда вы одобрите это когда скажете да там классно молодец и в жизни это может также очень сильно проявляться и если клиент не будет это получать допустим в реальной жизни на работе если эта схема есть он будет сталкиваться опять-таки стен и эмоциональными проблемами это может со временем привести его и тревожным состоянием и сильным состоянием но и другие негативные эмоциональные и пятая группа это когда они на потребность спонтанности и здесь четыре схемы подавление эмоций жесткие стандарты и схема помитивности я начал много говорить и акцентировать внимание о том что схема бывает первого уровня то есть когда она первична и бывают схемы а второго уровня когда не является компенсаторным относительно первой допустим если есть схема ущербности с убеждениями о том что я там чёмный я не способный я плохой то может сформироваться компенсаторная схема жестких стандартов а это такой основа перфекционизма что формируется некий жесткий свой правил то я должен каким бы как я должен себя вести как я должен разговаривать как я должен общаться с людьми для того чтобы не чувствовать свою ущербность поэтому вот есть первый уровень схемы и схема второго уровня а вот так очень коротко да чтобы уложиться во времени можно обижаться по этим схемам сложно но это сложно пока что не применяется если это на практику если это начать и менять естественно в принципе ничего нет если вы понимаете и знаете все эти смена вы можете понимать такие схемы каких схемах какие убеждения есть и как эти убеждения приводят каким-то эмоциональным реакциям. И давайте сейчас мы попробуем немного концептуализировать все это, чтобы было немного понятнее именно на депрессию. Да, ну вот еще есть такое понятие к вопросу. Любого клиента можно в эти схемы вложить. Да. В схемотерапии есть очень четкая, структурная концептуализация, которую мы выстраиваем. И выстраиваем то, как формируется эта схема, какие потребности у каждого клиента, каким конкретным схемам это привело, какая структура и наполненность этой схемы, какие там убеждения, какие там воспоминания веские, какие там эмоциональные реакции. И как эта схема проявляется в реальности. Какие копинговые стратегии существуют и какие есть схемные режимы проявления этой схемы. Поэтому мы выстраиваем четкую структуру концептуализации по каждому случаю каждого клиента. А схема панитивности заключается в том, что есть основная идея клиента, что если кто-то совершил какую-то ошибку, то он должен быть наказан. То есть обязательно должно последовать какое-то наказание. чтобы окончательно не запутать вас, если коротко и своими словами о том, что такое схемные режимы, это то, как проявляются это эмоциональные состояния, которые возникают, эмоциональные поведенческие реакции состояния, которые возникают, когда запускается на стиле и на стиле. Эти состояния могут быть устойчивыми, и они могут очень часто меняться. Вот какие бывают эти режимы? Есть четыре типа этих режимов. Это детские режимы, родительские режимы, неиздактивные коппинги и здоровые режимы. Пример привезу. Допустим, активируется схема, ну, возьмем схему ущербности. То есть человек чувствует себя никчемным, неспособным, и он не сможет с этим справиться. То эта схема, она может проявляться через детский режим, он может чувствовать, как, есть такой элемент с транзактным анализом, он может чувствовать уязвимость, как в детском, или в детско-подростковом состоянии, когда он был, да, то есть клиент может чувствовать уязвимость, он может чувствовать агрессивность, при этом, когда он не справляется с такой детский режим, что, почему я не смогу, я хочу этого добиться, я хочу этого не диновать, и он может подать уязвимость, да, я такой плохой, я такой неспособный, я такой нечемный, и сможет проявиться родительский режим в голове у клиента, Это такой родительский как бы голос за то, что ты не способен, ты не на что, не годен, ты не можешь справиться, ты никогда этого не добьешься, никогда этого не получишь. И здесь могут быть три таких основных копинга активных, которые всегда есть, когда появляется схема. Это либо капитуляция, то есть клиент сдается своей схеме, да, я ущерб, вот такой я есть. Он это принимает, и он себя таким считает. Это избегание, когда клиент пытается избежать этих эмоциональных переживаний, связанных с этой схемой, и уходит либо в отстранение, чтение новостной ленты, алкоголь, сигареты, заедание, игры. Такое избегание переживаний, связанных со схемой, да, и гиперкомпенсация, когда, допустим, схему таза ущербности, я ущербен, нет, я вам сейчас докажу, что я не ущербен, и он начинает там реализовываться что-то делать. То есть есть три таких основных стратегии, которые появляются, когда появляется схема. Как же это связано, и как работает с депрессией в рамках схемы терапия? Ну, вот я добавил сюда слайд, из такой классической периметивной терапии, есть такая триада, да, это негативное отношение к самому себе, отношение к собственному будущему и отношение к своему текущему опыту, да. И если это, и как бы последствия от этой триады, да, такие депрессивные состояния, которые выживаны в той или иной степени, да, получаются. Если это перевести на язык схемы терапии, то что мы видим? Что здесь, вот эти вот, вот эта триада, она проявляется в виде схем. Каких? Во-первых, мы здесь видим схему ущербности, что... Сейчас, секунду. Мы здесь можем видеть схему дефективности и стыдливости, да, что я ущербный, я не смогу справиться, я ни на что не способный. Здесь мы видим схему социальной отчужденности. Человек перестает контактировать с миром, с какими-то друзьями, он замыкается в себе. Мы здесь видим схему покинутости. Клиент чувствует ненужность, он чувствует, что у него нет у нас с кем контакта, что его все бросили. И эмоциональная дефективность, то есть отпускает эмоциональный контакт с людьми и с близкими людьми. Вот практически все пять схем из первой группы, они здесь могут присутствовать. Но процент выраженности здесь может меняться. У каждого в конкретном случае нужно быть разным. Здесь же мы можем видеть схему неуспешности, что я не смогу справиться с своими состояниями, да. Это как раз о том, что относительно своего будущего. Я не выйду из этого состояния, потому что я не смогу. Это очень сложно. Зависимость беспомощности, что я не смогу это сделать без посторонней помощи. Мне нужна какая-то поддержка. У меня нет сил для этого. У меня нет навыков для этого. Это уязвимость, может сформироваться то, что у меня есть какое-то заболевание. Или переживание за то, что близкие люди, если не может что-то случиться, и тогда вообще будет все очень плохо. Это запутанность, неразвитая идентичность. То, что я не знаю, куда двигаться дальше. Я не знаю, что я буду делать, когда выйду из этого состояния. Здесь подавленность эмоций, она очень ярко может быть выражена. Жесткие стандарты, конечно, меньше степень лежать. И тема негативизма, пессимизма. Она здесь выражена. И основная модель схемы терапии. Я не знаю, видимо, мышку или нет. Вот в левом верхнем могу сказать, что есть детские потребности. Если они не удовлетворяются, потребность не удовлетворяется в детстве, это приводит к различным схемам. Допустим, схемам, которые связаны с депрессией. Это дефективность, эмоциональная депрессированность. То, что мы сейчас с вами собираем. И когда человек сталкивается с какими-то жизненными событиями, допустим, его увольняют с работы. Возникают проблемы в взаимоотношениях и какие-то другие сложности. То эти схемы активизируются. Клиент наш начинает смотреть на эти ситуации через эти призмы. Да, вот, допустим, увольняют с работы. Что активизируется эффективность, ущербность. Стальный учужден, если он больше не чувствует себя частью какого-то сообщества. Национальная отстраненность возникает. Возникают мысли относительно того, что я не смогу с этим справиться. Что это у меня не пройдет. Происходит фиксация на этом. И схема начинает как бы подкреплять сами себя и активизировать еще больше. То есть запускается эти схемные режимы. Появляется еще большая уязвимость. Может появляться еще большая, допустим, критикующая какая-то стратегия. Что я не способна, я не смогу ничего, я не справлюсь с этим. Не возникает негативная эмоциональная реакция. Которая, опять-таки, создаёт вот этот замкнутый круг. Они также влияют и на вершину. И дальше, если не выйти из этого замкнутого круга, то он будет сам себя подкреплять, закреплять. И это эмоциональное расстройство, эмоциональное состояние депрессивности, она будет дальше сгубляться. Понятно ли сейчас, как это проявляется и как это конституризируется в рамках схемы трагедии? Какие-то вопросы есть по этому материалу пока что я немного резюмирую. Ну да, немного сложно рассказать, конечно, все это за один час. Потому что большой объем информации. Даже вот за шесть дней, за шесть дней это очень сложно рассказать. Поэтому за час. Так, я коротко еще раз резюмирую. Формируются в детском, подростковом периоде схемы, которые связаны с тем, что не удовлетворяются эмоциональные потребности. Каждая из этих схем имеет свои убеждения. Они способны, темные, никто не любит. И это убеждение обносится к той или иной схеме. В дальнейшем у каждого клиента может складываться различный жизненный опыт. Кто-то компенсируется к этим схемам и относительно может стабилизировать эмоциональные состояния. У кого-то складывается, может, все не так гладко. И тогда могут возникать проблемы, сложности эмоциональные, которые будут эти схемы, опять-таки, подкреплять, укоренять. Еще дальше они могут это все развивать. В дальнейшем наш клиент может столкнуться с какой-то... Допустим, заложились такие основные схемы, которые связаны с депрессивностью, да? С помощью мощь явности, эмоциональной депрессивности, пессимизма. Вот, к примеру, эта идентичность, да? И, допустим, человек сталкивается со стимулом. Его увольняют с работы. Или, допустим, он попадает в какие-то деструктивные отношения, от которых он потом начинает страдать. И в этих же отношениях опять не удовлетворяются его эмоциональные потребности. И он опять погружается в эти схемы. И опять его потребности не удовлетворяются, и он не чувствует всего того, что ему хотелось бы. Дальше активируются эти эмоциональные состояния, режимов, которые мы с вами очень коротко так обозначили. И запускается эмоциональная реакция. Да, которая характерна для депрессивности. Понятно, да? Так, я поддал. Запись будет. Запись будет. Завтра будет в YouTube выложено. Спасибо за глинар. Важную информацию. Ну, пожалуйста, как бы это основа. Если интересно дальше, то у нас проходит в различных городах семинар по схемотерапии. Пожалуйста, приходите. Презентацию вышлет или нет, не знаю. Организаторам нужно будет спросить. Этот метод бомба очень интересный. Да, бомба. Очень классно работает. Здесь очень классно эмоциональные сфиксированные техники, которые помогают пересмотреть эмоциональный опыт. В частности, основная техника – это риск рейтинг. Она, кстати, есть на сайте Ассоциации. Мы ее перевели. Она доступна на русском языке, на примере, по-моему, социофобия. Так что, если есть желание, можете зайти в материалы на сайте Ассоциации и посмотреть проект. Но еще мне бы хотелось такой вот момент обозначить, что есть определенные несколько целей. Можно видеть пять целей в схеме проекта. Что мы делаем? Мы пробираемся к режиму изимого ребенка через копинги, который есть у нашего клиента. Мы определяем, какие потребности не удовлетворены у нашего клиента. Определяем их все. Мы работаем с критикующим режимом. Это критикующие родители. Мы работаем со схемами. Объясняем клиенту, что такое схема, как они формируются. Здесь мы применяем когнитивные техники, работаем с мыслями, работаем с убеждениями. Переоцениваем, переосмысливаем свои схемы, свои убеждения. Замечаем, как они активизируются в реальности, как они всплывают. Еще важно осознавать это. На форуме CBT я буду рассказывать о том, как схема терапии интегрирована с Mindforce. Как проводились определенные групповые занятия по Mindfulness, которые помогали осознавать, когда включаются схемы и когда включаются режимы. И это помогает не впадать в эти схемы и режимы, а помогает начать с этим работать. Это как такой основной фундамент для того, чтобы начать с этим работать. Потому что если этот момент пропустить, то наши клиенты очень ныряют в эти схемы, в эти режимы и дальше уже работать сложно. Если удается удерживать это осознание, понимание, то это происходит гораздо проще. Дальше наша задача – приявить режим счастливого ребенка, чтобы наш клиент почувствовал, что его национальные потребности удовлетворены и удовлетворяются. Это происходит через рескриптинг, через церапевтические отношения. И развить у него режим здорового взрослого. То есть такой режим здорового взрослого схемы терапии, который позволяет нашему клиенту не зависеть от терапевта, а учиться самостоятельно удовлетворять эти потребности. Учиться осознавать свои схемы, которые всплывают, и учиться над ними работать когнитивными техниками, эмоциональными и эмоциональными способами. Это такие основные цели, которые здесь схема тратила. Ну и помочь пациентам удовлетворить эти потребности и поменять вот эти вот схемы. Да, ну очень важно еще уметь справляться с теми состояниями, которые возникают, когда эмоциональными потребностями не уничтожены. У каждого из нас бывает то, что в определенный момент эти потребности не уничтожены. И нам нужно уметь с этим справляться. Не просто это оставлять, а как это проживать и переживать. По характеристике можно найти нужные техники. Нужные техники можно найти на семинарах, которые мы проводим в разных городах. Или можно найти книги Арнг Артса «Практическое руководство по схемотерапии». Это единственная книга на русском языке, которую можно почитать. Англоязычная литература достаточно много. Нужные техники, да. Сколько сессий с ребенком нужно было отценностью. Очень сложно сказать, в зависимости от того, с чем пришел к вам клиент. Либо одно дело – это эмоциональное расстройство, другое дело – это какие-то легкие депрессивные состояния. Ну, примерно уходит от двух до четырех сессий диагностических в рамках схемотерапии. Мы поделяем схемы с помощью беседы, с помощью опросника. Мы выявляем такую концептуализацию, основную рабочую гипотезу, которая все равно потом на протяжении терапии, она каким-то образом трансформируется. И дальше уже по-разному. Это может быть и 10 сессий, это может быть и 50 сессий. Но при расстройствах личности, конечно, это гораздо, не гораздо, но это немного более. Так, ну, хотелось бы еще раз вас пригласить на ТПТ-форум, который пройдет в апреле, да. Будет очень интересно. Интересные спикеры. И на семинар Топсона по апрелеопедической терапии и депрессии. И если вы зарегистрируетесь в ближайшее время, то там сейчас есть спикта 30% на этот семинар. И я думаю, что это будет очень интересно, очень много будет полезной информации, потому что ТПТ-форум очень такая авторитетная фигура, да. И я думаю, что будет очень много полезного, что можно узнать. Какие-то есть ли еще сейчас вопросы у вас, может быть, по схеме терапии, по форуму, который произойдет в апреле, в котором мы все ждем. Так, ну, если вопросов нет, тогда будем с вами заканчивать на сегодня, да. Извините, последний слайд по словам. Ну, записи можно будет посмотреть, записи будут выложены на Тубе. Завтра с утра, я думаю, будет записи уже доступно. Можно еще раз будет пересмотреть, посмотреть все слайды, выписать их. И я думаю, что пока что не могу сказать, будут доступны слайды. Но, по крайней мере, их можно будет просмотреть в записи. Опросник книги о ранних дезаптивных схем, да, которая упущена Павлом Ильсевичем Кассиаником. Вот там этот опросник есть, его можно использовать, отличный опросник. Но хочу сказать, что опросник не является основным инструментом. И все-таки основное – это клиническая беседа, когда мы разговариваем с центром. Но также мы ориентируемся на этот опросник. То есть нужно смотреть в комплексе. Нет такого, что вы делали опросник, вы видели, а вот это, вот это, вот это, вот это. То есть в реальности может быть несколько иначе. Схемотерапия в расширенном варианте. Но я провожу в разных городах, как бы, основу схемотерапии. Да, она идет два дня, этот семинар. И там мы немножко, более подробно, конечно, ознакомимся с основами схемотерапии, с теоретической и с практической концепцией. По поводу дистанционного формата, пока что не могу сказать, что это еще в процессе. Но как только будет информация, мы будем рассылать это. Так, хорошо. Спасибо всем за внимание. Еще раз приглашаю на форум, который будет в апреле. Там можно задать больше будет вопросов после моего выступления. Или момент моего выступления, да, там будет специально отведенное время для этого. И я постараюсь ответить на все ваши вопросы, потому что будет больше времени, чем сейчас. Так.